МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел в Чебоксарах заседание Совета. До его начала он вместе с Михаилом Игнатьевым и главами регионов ПФО посетил Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Кочетова. Учебное заведение возвели в рамках окружного проекта кадетства. Что заинтересовало Игоря Комарова и губернаторов? Подробности у Дмитрия Ковалева. До своего назначения полномочным представителем президента Игорь Комаров на протяжении трех лет руководил Роскосмосом. Ему прекрасно известно, насколько военно-воздушным силам необходимы квалифицированные специалисты. Эту важнейшую кадровую задачу будут решать в Чувашском кадетском корпусе. Придущих летчиков здесь готовят, начиная с пятого класса. Перед выпускниками открываются большие перспективы. Шефскую помощь Чувашскому кадетскому корпусу оказывает военно-воздушная академия города Сызрань, а также войсковые части Нижегородской области и Республики Мордовия. Реализацию этого проекта курировали экс-полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич и министр обороны Сергей Шойгу. Чуть больше года назад было подписано четырехстороннее соглашение. За это время на месте пустыря был построен новый корпус и появился одноименный сквер. В перспективе здесь возведут и региональный центр по хоккею. Игорю Комарову и главам регионов показали, как за последние годы благодаря федеральным программам изменился город. Тема развития городской среды актуальна для всех регионов ПФО. Глава Республики Мариел отмечает, что Чувашия пошла по пути комплексного подхода к образовательному процессу. Я думаю, что вот это решение, когда учебному корпусу корреспондирует парк, зона отдыха, территория для спорта, все это продумано, все это разумно, современно. Есть специализация, это космические силы. Это тоже очень правильно, потому что, ну, конечно, важно гуманитарные знания, но технические знания, они сейчас востребованы как никогда. Кадетские корпуса открыты в шести регионах округа, но только в нашей республике обучаются будущие летчики. По оценке руководителей субъектов, здесь для ребят создали идеальные условия. Губернатор Пермского края, несмотря на плотный график, присоединился к тренировке. Кадетам преподают уроки вольной борьбы, карате, баскетбола и тенниса. Как-то ты бросил, а до этого занимался. Это очень важное направление образования, которое поддерживается и в целом округе. Их очень замечательно, что в Чувашии такой, действительно, замечательный корпус. И в Пермском крае. На самом деле, очень большой процент детишек, которые оканчивают кадетские корпуса, они идут в обычные гражданские вузы. Но это, конечно, люди уже с несколько другим воспитанием, с несколько другим отношением к жизни. В учебном процессе упор на точные науки, основы безопасности и спортивный туризм. А сейчас они занимались просто задачей изучить все те инструменты, которые используются для деревообработки. Ножовка, фуганок, рубанок, дрель. Все вот эти операции. Самеска. А все инструктажи проходят. Азы военной науки в кадетском корпусе постигают и девушки. Как вы сюда попали? Как здесь вам нравится? Все здорово, все нравится. А почему решили прийти в кадетском корпусе? Потому что в кадетском корпусе. Отечественное. Не сложно здесь? Равно есть ребятные отречения. Получается все? Стараюсь. Гостям показали, и в каких условиях проживают ребята. Для кадет возвели два спальных корпуса на 400 мест. Здоровье учеников на постоянном контроле специалистов медицинского блока. Здесь работают терапевты, инфекционисты, окулисты и стоматологи. Основная цель всех наших кабинетов вообще у нас в республике 63 стационарных кабинета. Чебоксаров 38. То есть основная цель – долгосрочная программа профилактики. Поскольку дети прибывают с младших классов до старших, поэтому мы имеем возможность их долгосрочно наблюдать. Игорь Комаров отметил, что для патриотического воспитания молодежи в республике сделано немало. Чувашский кадетский корпус «Палпред» назвал примером для регионов округа. И здесь мы видим недавно открытый у нас кадетский корпус. Спасибо коллегам, что представили. Во всей России действительно усилия были сделаны большие. «Палпред» обсудил с главами регионов актуальные вопросы воспитания патриотов и оставил запись в книге почетных гостей. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Развитие кадетского образования в Чувашии оценил и губернатор Пензенской области. Иван Белозерцев считает, что здесь регионы могут реализовать совместные проекты. Я нахожусь в этом прекрасном здании, где занимаются кадеты. Я понимаю, что глава Чувашской республики, правительство, министерство образования уделяют самое пристальное внимание развитию кадетского движения на территории Чувашии. Великолепный корпус, великолепная архитектура, великолепные условия обучения, содержания кадетов. Это пример для подражания для многих других регионов, в том числе и для нашей Пензенской области. В Чувашию для участия в заседании совета приехала первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. До начала она посетила поликлиники в микрорайоне Новый город и Республиканскую детскую больницу. Татьяна Яковлева встретилась с пациентами и дала врачам практические рекомендации по организации приема. Ольга Пырочкина подробнее. Когда Фаина Норкина переехала жить в новый город, ее поликлиника осталась в центре Чебоксар. И при плохом самочувствии женщине приходилось ехать к докторам с несколькими пересадками. Так продолжалось до августа прошлого года. Тогда в микрорайоне открыли сразу две поликлиники – детскую и взрослую. С новой поликлиники, которая входит в структуру городской клинической больницы номер один, и начала знакомство с первичным звеном здравоохранения Татьяна Яковлева. Ей рассказали про новые возможности, которыми пользуются специалисты поликлиники. К примеру, консультации с коллегами из более крупных медучреждений или других регионов по видеосвязи. Здравствуйте, это областная больница, да? Здравствуйте. 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 Номер один. Записаться к врачу можно четырьмя разными способами. Через портал госуслуг, электронную регистратуру, лично или через колл-центр. Однако первая заместитель министра под видом обычного пациента смогла записаться к терапевту только на понедельник. Главный врач ГКБ номер один Антонина Иванова отметила, сейчас по субботам поликлиника работает по сменному графику, но в будущем планируют сделать субботу полноценным рабочим днем. Татьяна Владимировна оценила большое количество информационных материалов для пациентов. В опасных ситуациях такие знания смогут сохранить здоровье и жизнь пациентам. Работу по информированию населения нужно усилить. Сейчас запоздалое обращение за медпомощью – одна из основных причин смертности. Заболело сердце? Да подожду, пройдет. Да дай валидольчик под язык положу, да? И не вызывают скорую помощь. Вот нужно обязательно знать и даже в школах обучать детей, как делается это на Западе, первые признаки инсульта, инфаркта, потому что именно эти заболевания огромный вклад носят именно в смертность, в том числе и в Чувашии. Первый заместитель министра здравоохранения России побывала также в детской поликлинике в Новом городе и в республиканской детской больнице. Вместе с Татьяной Яковлевой в Чувашию приехали и специалисты федеральных ведомств. Они отметили, в нашей республике хорошими темпами развивается принцип так называемого бережливого производства. Формируется бережливое отношение к пациенту, бережливое отношение к медицинскому работнику и бережливое отношение к ресурсам системы здравоохранения. Наша задача сделать поликлинику удобной, доступной и понятной для пациента. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика. Сегодня же состоялась рабочая встреча Игоря Комарова и Михаила Игнатьева. Разговор шел о социально-экономическом развитии Чувашии. Ряд основных отраслей сегодня демонстрирует положительную динамику, отметил глава республики. Растут объемы валового регионального продукта, инвестиций в основной капитал. Ожидается, что по итогам года увеличится и внешнеторговый оборот. 570 миллионов долларов, 96 стран мира. В основном у нас химическая продукция идет на экспорт, потом кондитерские изделия, это по пищевке, и машиностроение. Но и перспективы тоже здесь хорошие, если взять на трехлетку. Это экспорт продукции агропромышленного комплекса с Китаем, почти 37% экспорт идет. Масляничные культуры начали продавать. У нас немецкая компания одна построила, конечно, переработку горчицы, и сегодня там майонез, кетчупы и так далее тоже продажи идут. На экспорт идет продукция химической промышленности, машиностроение, кондитерские изделия. На новый уровень выходит и экспорт сельскохозяйственной продукции. Рост налоговых доходов дает возможность эффективно выполнять социальные обязательства. Поступательное движение очевидно, отметил в разговоре полпред. Сегодня у нас на повестке дня реализация национальных проектов, выполнение тех задач, которые поставлены президентом. Важная задача должна обеспечить улучшение жизни именно не только здесь, в столице, в Чебоксарах, но и в других регионах. Это касается и медицины, это касается и образования, и других культур и социальных объектов и социальной сферы. Медицинская помощь, повысить ее доступность, как это сделать и какими должны быть первые шаги, обсуждали сегодня в Чебоксарах руководитель регионов всего Приволжского федерального округа. На совете при полпреде президента России в ПФО. Изменение ситуации в отрасли – задача общая для всего округа. Выше уровень медпомощи, выше и качество жизни людей. Так, в Приволжском округе по федеральной программе уже ввели в эксплуатацию 7 перинатальных центров. Параллельно решаются и другие важные задачи, связанные, например, с обеспечением пациентов жизненно необходимыми лекарствами. Частично нашла решение серьезное для регионов проблема – обеспечение лекарствами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. С 2019 года закупка медикаментов для лечения 5 из 24 орфанных заболеваний будет финансироваться за счет средств федерального бюджета. В регионах начали внедряться передовые технологии. Это и информатизация, и единые колл-центры скорой, и высокотехнологичная помощь. В Чувашии более 80% такой помощи можно получить, не выезжая за пределы региона. От кардиохирургии до микрохирургии глаза. Сегодня в этом сегменте работают 8 медорганизаций и 2 федеральных центра. Что касается Чувашии, был действительно доклад главы республики. Он впечатлил. Есть действительно очень хорошие результаты с точки зрения внедрения и бережливых технологий, и цифровых технологий в систему оказания медицинской помощи. Мы договорились, что будем обмениваться лучшими практиками. Я думаю, что своим подчиненным я дам команду обязательно посетить республику для того, чтобы познакомиться с лучшими практиками, которые мы могли бы перенять. В Чувашии выстроена эффективная трехуровневая система здравоохранения от первичного звена до высокотехнологичных медицинских центров. При этом ремонт и оснащение больниц стоит не на последнем месте. За три года обновлено 80% зданий больниц. Глава республики ставит задачу обновить всю инфраструктуру в течение ближайших пяти лет. В целом, расходы на здравоохранение в республиканском бюджете за последние три года возросли в 1,3 раза. К 2024 году в рамках реализации национального проекта здравоохранения с получением федеральных средств мы вложим в отрасль дополнительно 11,5 миллиарда рублей. Вместе с тем есть и проблемные вопросы. Например, самые частые причины смертности в Чувашии, как и в округе, это сердечно-сосудистые заболевания, онкология и внешние факторы. Общая статистика по Приволжскому федеральному отмечает, что по итогам 2017-го естественная убыль населения составила минус 2 на 1000 человек, что в два раза превышает российский показатель. Поэтому особое внимание руководителей регионов на снижение смертности. Снижение смертности играет роль только работа первичного звена и специализированных центров. Это, например, сердечно-сосудистые, травматологические. Только они дают, их хорошая работа дает снижение смертности. Немаловажна и доступность медицинской помощи. В некоторых регионах есть отдаленные от центров населенные пункты. Для их обслуживания необходимы мобильные медпункты. Один из них уже появился в нашей республике. На это регионам выделяются средства из федерального бюджета, так же, как и для строительства фельдшерско-акушерских пунктов населия. В Приволжском федеральном округе около 2000 нецеленных пунктов, где нет медицинских учреждений, и они находятся на расстоянии более 6 километров. Это один из вопросов, который требует, безусловно, внимания. Перед каждым руководителем на совете были поставлены конкретные задачи и обозначены сроки их выполнения. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Игорь Зверев, Республика. А вот как комментируют итоги совещания главы регионов. Мы очень внимательно изучаем опыт Чувашии, и наши специалисты часто бывают у вас и смотрят, как здесь организовано. Потому что традиционно Чувашия является одним из лидеров среди регионов по организации медицинской помощи. И раньше это было особенно в последнее время. Прежде всего, по организации первичной медицинской помощи, начиная с ФАПов. И районной организации, районных больниц. Это во-первых. И во-вторых, по организации высокотехнологичной медицинской помощи. По тронтологии центры. И этими центрами пользуются жители нашего региона, нашей республики. И эта организация здесь, в Чувашии, очень на высоком уровне. Самое главное – удовлетворенность населения оказанием медицинских услуг. Это самое главное. И поскольку мы соседи, мы должны развивать кооперацию. Мы обратили сегодня внимание глав регионов на достижения, которые есть в каждом регионе. Скажем, у нас чуть лучше с информационными системами. У нас чуть лучше с оказанием высокотехнологичной помощи. Но кооперация внутри Приворского округа позволит эти проблемы решать. Еще раз подчеркну, что нам важно проводить в различных регионах такого рода совещания, для того, чтобы увидеть достижения. А в точке зрения медицины даже более важно, наверное, увидеть недостатки, их вовремя исправить с тем, чтобы люди, приходя в поликлинику, в больницу, не в самом лучшем настроении, приходят все-таки люди, которые чем-то заболели, получали вовремя и качественную медицинскую услугу. Вот здесь опыт Чувашии для нас очень полезен. Надеюсь, так же, как опыт Кировской области для Чувашии. Ход реализации и концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи обсудили сегодня на расширенном заседании Совета адвокатской палаты Чувашии. В нем принял участие заместитель министра юстиции России Денис Новак. Правовые регламенты в этой сфере будут внедряться в три этапа. Начало положено уже в этом году. Главным достижением концепции через несколько лет, по мнению специалистов, станет реализация важной юридической нормы. Только адвокаты смогут представлять интересы во всех судебных инстанциях. Это значит и то, что возмездную правовую помощь смогут оказывать только адвокаты и адвокатские объединения. На заседании обсудили и другие вопросы, один из них – справедливое распределение дел. Не должно быть, в принципе, таких ситуаций, когда какие-либо адвокаты, в зависимости от того, какой у него вид адвокатского образования или в какой он коллегии состоит. Это абсолютно неприемлемо. Все должны иметь равное право на доступ к делам по назначению. Тогда исключится влияние заинтересованных лиц на распределение поручений между адвокатами. Еще одну важную тему затронул вице-президент Федеральной палаты адвокатов России. Юристу посвящают самые тайные, секретные проблемы организации, когда он ей оказывает помощь. Да и гражданины тоже. И если это касается стратегических отраслей, если это касается национальных богатств страны, там нефти, газа, я не знаю, природных богатств и так далее, работы правительства, то это в подавляющем большинстве вопросов, это государственная тайна. Кто сегодня обслуживает у нас «Газпром», «Роснефть», иностранные адвокаты? Это просто преступление, что до сих пор этот рынок не урегулирован. Эти и другие вопросы профессиональное сообщество обсудят еще не раз, чтобы выработать единый подход к оказанию юридической помощи. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ждет полезная информация. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Выглядеть стильно в любую погоду мечтает каждая представительница прекрасного пола. А если при этом вещь хорошего качества и по доступной цене, это вдвойне приятно. Воплощает мечты в реальность ярмарка верхней одежды «Ермак». Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Ассортимент очень большой, конечно, выбор очень большой. Вот три модели выбрала, теперь будем выбирать одну, которая подойдет. Хотелось бы пуховик, можно синтепоном, хоть что. Лишь бы подошло. Но я вот люблю мягкие куртки, чтобы мягкая она была. Не жесткая, не дубовая. Вот это вроде село. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Анна Кенина пришла сюда за зимней курткой. Как раз недавно на ярмарку поступила новая теплая коллекция. Я выбираю куртку на зиму. Зима будет, надеюсь, холодная, чтобы куртку носить можно было. Ассортимент довольно-таки большой. Есть выбрать для всех возрастов. Эту куртку, да, я собираюсь взять. Я ее увидела, померила, она мне понравилась. Для верхней одежды главное – хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки, то есть с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка. Очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках. Более пяти тысяч моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Здесь каждый найдет себе обновку по душе и кошельку. И самое главное, все цены у нас оптовые. Допустим, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2200 рублей. А теплый зимний пуховик за 2980 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра и до 8 вечера без обеда и выходных. Вас ждут по адресу улицы Максима Горького, 49, торговый центр «Максидом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова